Добро пожаловать на наш апельсиновый хутор на острове Сицилия. Начнем сегодня с позитива, ну а затем все по порядку. Погода у нас на Сицилии в начале мая почти ежедневно плюс 30 градусов, очень солнечно, ветер последние дни дует не сильный, отличные условия для заготовки чая на зиму. Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня я собрала на чай календулу. От календулы я отделила лепестки, беру на чай только лепестки, иначе он будет горьким. Также срезала немного мяты, собрала листья мандаринов и апельсинов, и дикую мальву. Я сушила и готовила чай на зиму и в наш первый год жизни на Сицилии, но помню в прошлом году я вам рассказывала, что заготавливать чай я буду немного, потому что именно зимой на Сицилии время цветов все цветет и все зеленое. Но позже я все-таки выяснила, что, во-первых, иногда удобно, когда готовый чай уже есть под рукой, каждый раз не нужно бежать в огород. Во-вторых, чай из сухих цветов и листьев мне больше нравится по вкусу, поэтому в этом году чая заготавливать буду больше. Храню чай я обычно в стеклянных сосудах, храню все по отдельности и затем комбинирую по желанию. Здесь около курятника у нас есть два старых дерева, на которых растут красные апельсины. Я их вам в этом году еще не показывала и хочу сегодня воспользоваться моментом. Филиппу развел сегодня костер, чтобы пожарить на костре мясо. В огороде у меня осталось два последних клубня фенчеля. Огромные они, огромного размера. Нужно их убирать уже, иначе они задеревенеют. Сделаю из фенчеля и апельсинов сегодня салат, салат по-сицилийски. Мои постоянные зрители уже с этим салатом знакомы, но хочу сегодня еще раз воспользоваться моментом и показать наш красный апельсин. А виллы мне под руку не попались, чтобы фенчель выкопать, руками его не вытянешь. Воспользуюсь тяпкой для сбора урожая. КОНЕЦ Мне уже моя мама говорила, Катя, почему у тебя нет хорошей тяпки? Это и есть сицилийская стандартная тяпка, называется она ЦАППА. То, что понимают у нас под названием тяпка, здесь в магазинах я не видела. При интересе тяпку можно на сегодняшний день заказать через интернет, но пока пользуюсь ЦАППОЙ. Вот такой у нас двойной фенхель вырос. Даже несмотря на то, что я убрала уже несколько слоев с него, можно накормить салатом большую семью. Апельтины у нас сегодня красные, лук возьмем с собой в цвет. И вот так вот. 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 майские апельсины это последние апельсины в сезоне поэтому кожура у них уже некрасивая а мякоть такая же какой была зимой только намного слаще и и и и и Для салата я порезала красный апельсин, фенхель и лук и заправила его солью, черным перцем и своим оливковым маслом. Я не знаю, что это у меня только так, что не успею оглянуться, как трава вырастает с меня ростом. Так выглядят грядки с моим чесноком. Сегодня только заметила, что на моем чесноке появились коричневые пятна. Это грибковое заболевание и появляется оно, когда для него создаются благоприятные условия. Одно из таких благоприятных условий это чрезмерный полив. У нас в этом году за всю зиму было всего два дождя и через какое-то время после того, как взошел мой чеснок, я заметила, что земля сухая и мы начали его поливать. Наверное, поливали слишком часто. В общем, на чесноке грибок. Я постаралась найти информацию в интернете, почитала, что лучше уже не будет. Особенно в моем случае, заметила болезнь я на чесноке не сразу. Какое-то время назад я заметила, что чеснок пошел в цвет, все стрелки я вытащила. Поэтому очень надеюсь, что чеснок будет годен для хранения, если я его уберу сейчас. Сорняки я решила перед сбором урожая чеснока не убирать. Буду собирать урожай прямо из зарослей. А только затем уберу сорняки и приготовлю грядки для следующих растений. Чеснока в этой грядке почти не видно, поэтому хочу сказать, что чеснок у меня посажен до лимонного дерева. Здесь у меня два ряда. Поехали! Поехали! Весь чеснок я убрала. Оставила стоять всего два растения, чтобы посмотреть, что бы получилось, если бы я не убрала весь чеснок, смотря на болезнь. Одну головку чеснока я вытянула сегодня, когда готовила обед. Верхний слой у чеснока довольно-таки еще толстый, но на зубчике он весь поделенный. Такой чеснок у нас вырастет. Теперь только будем надеяться, что убрала я его не слишком рано. Что будет возможность хранения чеснока и что его нам хватит до следующего урожая. Если вы можете поделиться со мной какой-нибудь информацией по поводу болезни, по поводу сбора чеснока и также по поводу его хранения, то буду очень рада. Я оставлю мой чеснок еще какое-то время лежать на грядках, чтобы он подсох, а затем свяжу его в пучки или заплету в косички и буду сушить недалеко от дома в тени деревьев. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... От огородного позитива перейдем к нашей домашней реальности. Кадры, которые я вам показала сверху, к сожалению, не старые, не актуальны. Еще неделю назад во всех этих комнатах, которые вы видели, жила семья, которая очень радовалась, что наконец-то через год скитаний у нее появилось семейное гнездышко. Когда дело после крупных ремонтных работ в доме на апельсиновом хуторе дошло до отделки стен и потолков, то мы решили воспользоваться гипсокартоном. Я сейчас имею в виду, что касается потолков, не во всех комнатах. Несмотря на то, что нас предупреждали, что скорее всего могут на потолках появиться микротрещинки. Что касается стен, их отштукатурили с использованием сетки и нам гарантировали, что на стенах ничего не появится. Так это есть на сегодняшний день и мы надеемся, что так это и останется. Что касается потолков, нам советовали сделать во всех комнатах гипсокартон и предупреждали, что на потолках могут появиться микротрещинки. Что и произошло, мы их заметили посреди прошлой недели. И несмотря на то, что ремонт в доме был закончен, только на днях Филипп установил последние двери, оставалось доделать только буквально мелочи-мелочи. Мы, недолго думая, приняли решение облицевать потолки в оставшихся комнатах гипсокартоном. Сказать, что я была в шоке от создавшейся ситуации, означает не сказать ничего. Очень болезненно на все отреагировал мой организм и буквально два дня просил только диван и еду. Через два дня взяли мы себя в руки и начали освобождать комнату. Для нас это означало вынести мебель из обеих детских спален, освободить ванную комнату, освободить коридор. То есть вынести всю мебель в зал, там где уже гипсокартон был сделан, или в нашу спальню. Некоторую мебель, которую мы не смогли вынести, такую как кровати, нам пришлось опять разобрать. Пришлось снять все лампы, все шторы, все гардины, которые мы прикрутили буквально недавно. Сразу вызвали ребят-строителей, которые работали у нас в доме. Это было посреди прошлой недели. Так как они работали на других объектах, они нам сказали, что в субботу могут начать работу, могут начать облицовывать гипсокартоном наши потолки. Прошлую субботу они отработали, и за субботу они сделали потолки в одной детской комнате и в ванной. Продолжать работу у нас в доме они смогут только в следующую субботу, потому что погода стоит хорошая. И работают они на другом объекте, над внешним фасадом дома. Поэтому могут работать у нас только по субботам. Для нас это означает следующие две недели жить снова в двух комнатах. И выглядит это все примерно вот так. Вот так это все выглядит. Для меня единственное преимущество продолжения ремонта, это то, что потолки, облицованные гипсокартоном, делают комнату ниже. Может кто-то не знает, в Италии очень высокие потолки, как минимум три метра, по крайней мере здесь, на юге, на Сицилии. И теперь, облицовывая потолки, здесь гипсокартон прикручивают на оцинкованный металл, который в свою очередь укрепляют на потолке и на стенах. И таким образом потолки становятся ниже, и комнаты становятся уютнее. Вот так вот. Продолжение следует... 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 Возьмем с собой немного руколы на салат. Картофель. Самый крупный картофель всегда режу. Такой вот с носиком. Подкопала два небольших кустика. Ведром с куста похвастаться не могу, но у нас нет необходимости обеспечивать себя картофелем за одну посадку на целый год. Один урожай собираем, следующий картофель можно уже сажать. Картофель можно выращивать практически круглый год. Самое главное не сажать его в самый пик жары и засухи. Это в июле и в августе. Поэтому урожаю я рада. Свекла, которую я сеяла, последняя у нас еще небольшая, не крупная. Но я очень соскучилась за свежей свеклой, поэтому возьмем с собой одну. Натру ее в сыром виде и добавлю в салат из руколы и салатных листьев. Также возьму с собой листья мангольда. На обед у нас сегодня будет отварной картофель, тушеный мангольд и свежий салат. Мангольд у меня растет двух цветов, с розовым и с белым стеблем. Очень люблю это растение. Посеял один раз и собираю несколько месяцев урожай. Я срезаю всегда крайние листья, а серединка остается и растет. Также возьму с собой зеленый салат. И на этом на сегодня все. Этого нам на обед будет достаточно. Это мой урожай дня. Буду очень рада, если вы мне напишите, что растет в вашем огороде и что вы уже собираете. На сборе урожая на сегодня все. Вам желаю всего только самого хорошего. Пока и до новых встреч.